Все о Reaper 5 с Кенни Джоя Урок 24 Миди Хорошо, теперь посмотрим, как работает миди в Reaper Добавим в наш проект партию фортепиано Для этого создадим новый трек Расширим его Теперь в качестве входа трека выберем миди-клавиатуру Вот здесь Только заходим не в аудио, а вот сюда, в миди Вот моя миди-клавиатура Тут будет указана ваша клавиатура Затем выбираем все каналы Потом включаем готовность к записи Я играю на клавиатуре И вот тут вы видите уровень ее сигнала То есть я вижу, что от нее поступает сигнал Теперь к этому треку мы подключаем плагин виртуального инструмента Заходим в эффекты Опускаемся во вкладку инструменты И я выберу вот этот плагин Это бесплатный плагин, который очень даже неплохо звучит Вот как он выглядит Не будем тут ничего менять, этот плагин изначально звучит хорошо Чтобы его слышать, нужно активировать режим мониторинга Идем сюда, правый клик И выбираем входной мониторинг И теперь во время игры мы будем себя слышать Для того, чтобы вы видели мою клавиатуру, я буду использовать другую программу Которая называется MIDI Keys И теперь, когда я буду играть на клавиатуре Вы будете видеть, какие ноты я извлекаю Теперь давайте запишем партию фортепиано Но сначала откроем окно метронома Вот тут активируем его И потом делаем правый клик, чтобы его настроить Он включен Но я отключу метроном во время воспроизведения Я также отключу предварительный отчет во время воспроизведения Но оставлю метроном во время записи Перед записью будет отчет, но мне нужен только один такт этого отчета Теперь я включу запись Мы слышим метроном Давайте запишем Это было не самое лучшее исполнение Я не пианист, но пойдет Теперь у нас появился MIDI-айтем И мы можем оперировать им как обычным айтемом Можем его подрезать Можем его разрезать Перемещать Вырезать Вставлять Все, что мы до этого делали с аудио-айтемами Мы можем делать и с MIDI-айтемом А чтобы редактировать сами ноты, нужно открыть MIDI-редактор И в вашем распоряжении два таких редактора Первый находится прямо здесь Правый клик Затем открыть айтемы в редакторе И вот здесь открыть в параллельном редакторе Который также можно открыть с нажатием клавиши И Нажимаем И Внешний вид айтема изменился Теперь прямо здесь мы можем редактировать наши ноты Можем их выделять Удалять Обрезать Менять длину Удалять по двойному клику Можем их дублировать Нота продублирована То есть прямо в этом окне мы можем много чего делать Вот эта нота ошибочная Мы можем ее удалить, сделав двойной клик С этой тоже самое Но если нужно сделать более серьезное редактирование Нужно использовать другой редактор Давайте вернем прежний вид Еще раз нажав клавишу И Теперь правый клик Идем во вкладку редактора И выбираем вот это Его также можно открыть, просто сделав двойной клик Двойной клик по айтему И открывается миди редактор Здесь мы можем делать гораздо больше Увеличим масштаб Мы можем изменить атаку каждой ноты Видите, курсор изменился Мы можем захватить сразу несколько нот Для этого зажмите правую кнопку мыши И выделите нужную область Теперь мы можем изменить их атаку Можем изменить их длину Двойной клик удаляет ноты Мы можем нарисовать ноту, протащив мышь Вот так Появилась новая нота Мы также можем копировать, вырезать и вставлять ноты Выделим вот эти Вырежем их И вставим их сюда Атаку или просто громкость нот Мы также можем видеть вот здесь Растяните эту область И вот здесь показаны громкости вот этих нот Этой Или этой И захватив их вот так мышкой Вы можете делать ноту громче или мягче Здесь можно отображать и другие параметры Сейчас это атака Но мы можем выбрать высоту звука Любой параметр, который есть в этом списке Вот здесь Мы можем скрыть эту область Вот так Теперь у нас больше места для нот А вот здесь показаны названия нот И мы видим, каким из них соответствуют наши ноты Вот эта нота соответствует вот этой ноте на фортепиано И мы видим, что вот эта нота Это нота до четвертой октавы Потому что она стоит напротив нее В данный момент миди-редактор находится в докере То есть он находится в том же самом окне, что и вот это Но мы можем разделить их, нажав вот эту кнопку Нажимаем И вот наш редактор в своем собственном окне Чтобы отправить его обратно в докер Снова нажмите эту кнопку И как вы заметили, для миди-айтема у нас есть свой отдельный тулбар И у нас есть привязка и сетка, которые совершенно независимы от привязки и сетки вот здесь Мы можем вот тут отключить привязку А здесь оставить Или наоборот Сетка здесь тоже своя Шаг к сетке можно менять здесь Четвертные ноты Целые Восьмые При включенной привязке ноты будут привязываться к сетке Подрежем Видите, нота идет строго по сетке То есть мы можем выровнять сыгранную партию, расставив ноты по сетке Но лучше воспользоваться квантованием Уменьшим масштаб И вот кнопка квантования Нажмем ее Откроется вот это окно Его также можно вызвать нажатием клавиши Q Нажимаем И открывается это окно Здесь предлагается два варианта Мы можем использовать сетку Чтобы квантование происходило по сетке Шаг, который установлен здесь А можно выбрать ручное квантование Параметров для него больше Вот тут мы можем выбрать, что именно мы хотим квантовать Все ноты Только выделенные ноты И события А вот тут мы выбираем, какая часть ноты будет квантоваться Только положение То есть ее начало Или начало и конец Начало и длина Только конец Только длина Давайте выберем положение и конец Я уверен, что в этой партии только восьмые ноты Поэтому я оставляю тут как есть Но мы можем поставить тут шестнадцатые ноты или четвертные Хотя я уверен, что для данной партии нужно поставить восьмые Мы можем выбрать обычные восьмые ноты Триоли Ноты с точкой Или свинговые А вот здесь мы можем настроить жесткость квантования То есть если мы уберем ее в ноль То никакого квантования вообще не будет На 50% квантование будет в полсилы То есть, например, если нота ушла от сетки на 100 миллисекунд То 50% квантование приблизит ее к сетке на 50 миллисекунд На максимуме происходит полное квантование Все ноты устанавливаются по сетке Или к ближайшим восьмым нотам А вот тут мы выбираем, как именно будут перемещаться ноты Могут ли они перемещаться влево, вправо Могут ли они сжиматься, уменьшать длину Или растягиваться Чаще всего все опции необходимо оставлять активированными Может вы заметили, что когда мы меняли разные параметры Давайте сбросим в ноль Ноты менялись прямо по ходу нашей работы в этом окне То есть мы можем прослушивать изменения, не закрывая это окно Квантование происходит в реальном времени Мы не применяем изменения Кстати, внизу этого окна есть кнопка Commit, которая записывает внесенные изменения Но нам не обязательно ее нажимать Мы можем просто нажать ОК Послушать изменения И если они нам не понравятся, вернуться и что-то поменять Нет квантования И есть квантование То есть вы всегда можете вернуться к исходной записи При условии, что вы не нажимали эту кнопку Нажмем просто ОК И послушаем, как это звучит Так намного лучше Но длина нот по-прежнему не идеальна Поэтому давайте выделим вот эти ноты И растянем их до следующего такта Эту ноту тоже удлиним То же самое с этими И с этой И с этими Теперь послушаем Давайте мелодию сделаем чуть тише Выделим вот эти ноты И чуть уменьшим громкость Здесь то же самое Чтобы помягче звучало Мне кажется так лучше Помимо привязки к сетке Вот тут внизу Мы также можем устанавливать привязку к гамме Для этого отмечаем вот здесь И здесь мы можем выбрать, к какой гамме должна быть привязка Моя песня в ля-миноре, поэтому ставим тут эй То есть ля и минор Теперь, если мы будем перемещать ноты в редакторе Они будут привязываться только к тем нотам, что соответствуют данной тональности Все эти ноты в тональности ля-минор То есть мы не можем случайно поставить ее на ноту, которая выбивается из тональности Что также удобно для создания гармонии Давайте продублируем эту ноту Сюда И вот мы создали гармонию для этой мелодии То же самое с этой И с этой Классно Мы также можем выбрать аккорды Давайте отменим Вот тут внизу мы можем выбрать аккорды Можем выбрать минорное трезвучие И теперь мы можем поставить только те ноты, что входят в данное трезвучие Снова продублируем Мы построили аккорд И у нас большой выбор аккордов Вернемся в основное окно При работе с миди существует несколько разных режимов записи До сих пор мы пользовались нормальным режимом Зайдем вот сюда и видим Запись, вход, аудио или миди Но здесь также есть несколько опций именно для записи миди Вот они Можем выбрать миди наложение Замену Касание замену Замок замену Сейчас я вам их покажу Сейчас мы используем вот этот режим Поэтому если мы начнем новую запись поверх этой То новый айтем запишется поверх старого При этом старый будет стерт Но если вы выберете режим наложения То при записи Ничего стерто не будет То есть вы можете сделать новую запись поверх предыдущей И в итоге вы получите комбинацию двух айтемов Давайте сделаем это Но сначала я хочу показать вам одну опцию Вот тут делаем правый клик И вот тут выбираем установки записи трека Входное квантование В этом окне мы можем выбрать квантование в процессе записи Чтобы не делать это потом отдельно Отмечаем эту опцию Выбираем восьмые ноты Или шестнадцатые Или четвертные Но мы выберем восьмые И прямо в процессе записи ноты будут квантоваться Потом это уже нельзя будет отменить Так что пользуйтесь этой опцией только в том случае Если вы уверены, что вам нужно квантование Теперь давайте добавим новую партию фортепиано Эта партия была записана поверх предыдущей И они совместились Видите? Вот она И поскольку у нас было входное квантование Все ноты уже расположены по сетке Давайте посмотрим другие режимы Отменим Следующий режим — MIDI замена Теперь новая запись заменит старую Новая запись стирает и заменяет старую Это удобно для записи врезок — панчей Давайте включим автоматический режим записи врезок в выделенной области И давайте выделим второй аккорд И теперь только на месте этого аккорда будет записана врезка Которая заменит ранее записанный аккорд Потому что мы вот в этом режиме MIDI замена Давайте запишем врезку Вот эта часть и вот эта останутся нетронутыми Начало и конец сохранились Мы записали панч только в середине Вот так работает режим замены Отменим Следующий режим — касание замена В этом режиме врезка записывается только когда вы играете Как только вы касаетесь клавиш, Reaper делает врезку И стирает то, что было раньше Похоже на режим автоматизации Когда вы касаетесь фейдера, начинается запись автоматизации Когда вы отпускаете фейдер, запись останавливается Но здесь мы касаемся клавиш MIDI клавиатуры Давайте теперь запишем врезку вместо второго аккорда в режиме касания Врезка начинается там, где я начал играть То есть вот тут я нажал на клавиши И началась запись А когда я перестал играть, вот тут Запись остановилась И последний режим — это режим замка замены Это то же самое, что и режим касания Только здесь запись не останавливается Запись врезки начинается, когда мы начинаем играть Но когда мы прекращаем играть, запись продолжается Вот такие режимы записи MIDI И еще Если мы сделаем двойной клик вот здесь То мы можем изменить вид редактора Сделаем правый клик здесь Зайдем во вкладку Вид И здесь вместо отображения клавиатуры фортепиано Мы можем выбрать список событий Теперь наши ноты представлены в виде событий Может вам так больше нравится Забыл вот что еще сказать Мы можем мютировать ноты по отдельности Давайте вернемся и создадим гармонию для этой мелодии И допустим, у меня сомнения по поводу этого куска Но удалять его я не хочу Может потом я захочу к нему вернуться, если передумаю Поэтому вместо того, чтобы удалять эти ноты Просто сделайте правый клик И выберите замютировать события И только эти ноты будут заглушены Гармонии теперь тут не будет Но если мы передумали и хотим их вернуть Снова делаем правый клик И размютируем Гармония вернулась Полезные функции Ну в общем, вот что такое миди в риппере Поехали дальше Субтитры создавал DimaTorzok